Монастырский двор Шесть храмов, бытовое назначение постройки. Все это говорит о том, что монастырь был богат и смог построить такие величественные неповторимые здания. Но что интересно, что монастырь строился на протяжении 200 лет, периодом затишья и восстановления каменного строительства. И чтобы начать решить проблемы хотя бы с каменного строительства, нужно было решить многие проблемы. Ну, в частности, прошел 50-летний перерыв эпохи смуты, польско-школоведской интервенции, борьбы за царский престол. Ушло целое поколение мастеров. Поэтому каменщики, 40 человек, специалисты или главный зодчий, приедут из Ярославля и Калязина. Плотники со старорусских погостов. И, конечно, со всех монастырских земель крестьяне как помогательная рабочая сила. Три зимы сюда заводили только стройматериалы из Валдая. И в мае 1655 года была освящена закладка первого храма. И строили его мастера в течение двухлетних сезонов. Лето 1655 и лето 1656 года. Осенью храм был уже освящен в честь северской иконы Божьей Матери. Но храм, во-первых, зодчим, конечно, был патриарх Никон. Он воплотил все, что хотел, что видел, что знал. А видел он немалое. Дело в том, что он по своему происхождению простолюдин. Родился в 1605 году в семье Нижегородского крестьянина в селе Вальдеманово. Очень рано созрел для монашества. Но не получив юности благословления, ушел, вернулся в мир. И родители женили его на дочери священника. Чтобы принять переход, в общем-то, они уезжают в Москву, живут неплохо. Но во младенчестве семья теряет трех малолетних детей. И почти одновременно. И поэтому смысл супружества потерян. И оба принимают постриг. Никон становится монахом в Соловках в 30 лет. И дает обеды об безбрачии, бессеребряничестве, смирении, спокойствии. Но вот оно к нему, взрослому человеку, еще не придет. И поэтому он вскоре полкинет Соловки. И только став игуменом Кожазерского монастыря, он впервые пристанет перед молодым 17-летним царем Алексеем Михайловичем Романовым. Царь будет очарован этим человеком. Уговаривают ее остаться в Москве, настоятельного спасского монастыря. А вскоре он и митрополит Новгородский, а через три года и патриарх Сея Руси. Ему по силам и богослужебная реформа, и строительство трех монастырей. Но все это строится на личных отношениях с царем. Знать Никона ненавидела. И когда царь взрослеет, меняется влияние, меняется его отношение. Может, Никон не смог перестроиться, но они разладились, эти отношения. И вот Никон покидает Москву, уезжает в скитную Руссалим, оставаясь главой русской церкви. Пытался вернуться, ждал, что его пригласят, не дождался. И все это время готовится Вселенский собор с другими патриархами, чтобы его на законных основаниях лежить пожизненного сана. Это произошло в 1666 году. Его простым монахом отправили на покаяние, настоящее смирение, сначала на Ферапонтов, а потом в Кирилло-Белозерскую обитель. И только в 1681 году царь Федор, это уже сын Алексея Михайловича, отправит прощение и разрешит опальному патриарху вернуться в Новый Руссалим. Но ему 76 лет, и он уже болен. И тем не менее отправляется в путь. По дороге он умирает, и со всеми патриаршами почестями присутствия царя его похоронили в Новый Руссалимском монастыре. Ну а наш монастырь, как и два других, после сневвержения патриарха были закрыты. Правда, ошибку царь Алексей Михайлович Романов исправит уже через два года. И поэтому монастырь, вернутся братья, вернутся доходы земельные, подтвержденные грамотой, опять-таки жалованные патриарх Алексея Михайловича Романова. И монастырь будет воплощать все задуманное Никонова в жизнь. А так, как вы видите, он видел и север строгий, он знал и видел и знал описание греческих храмов, он знал и состояние изящества московских храмов, особенно итальянских зодчиков. Поэтому вот все по деталям, при всей традиционности, вот воплотилось все в этом храме. Но об этом чуть-чуть попозже. А пока мы видим с вами постройку из 50 зданий, построенные на протяжении 50 лет, по сути дела жизни одного поколения. В 44 года упоминается имя одного и того же мастера, Афанасия Фомина. Но если здание строил один мастер, то особенностью является его творчество то, что ни одно здание не похоже на другое. Вот поэтому эту особенность, правда, признали монастырь памятником истории архитектуры только в 60-е годы XX века. Но построил храм такой величины, а в главном куполе высота его 43 метра, начинается подготовка к строительству зимнего храма. Храм такой величины натопить было невозможно. На долгие пять месяцев его закрывали. И поэтому только в 1892 году, когда сделали колориферное отопление, вот тогда впервые в соборе начались богослужения в течение всего года. А так был зимний храм, освященный в честь Спасителя, введение в богоявление или крещение Господня. И этот храм, чтобы увеличить вмещаемость, а храм был маленький, а в монастыре первоначально, в период рассвета, проживало две всемонашествующих, занимал, соединён с трапезной палатой. Эта постройка очень хорошо видна с левой стороны. Двухэтажное здание трапезной по первому этажу плавно переходит в храм Богоявления и крещения Господня. То есть это, по сути дела, приниконные, построены только два храма и трапезная палата. Ну а чтобы лучше видеть эту постройку, мы проходим с вами дальше.